МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вашей профессиональной деятельности, но для того, чтобы наши радиослушатели представляли себе, о чем будет идти речь, небольшую вводную часть мы себе позволим. Существует понятие кадастровой оценки, кадастровой стоимости имущества. Кроме этого, есть балансовая стоимость, есть рыночная стоимость. Периодически этот вопрос всплывает и возникает для широкой массы наших граждан. Достаточно часто он обсуждается в профессиональных кругах. Напомню, что даже в прошлом году, по-моему, в послании президента прозвучал этот вопрос, что говорит о его высокой актуальности. Мы очень рады, что вы сегодня у нас в городе приняли участие в профессиональном круглом столе среди сообщества оценщиков. Сегодня мы с вами постараемся поговорить для наших радиослушателей о том, что же такое для них та самая кадастровая или рыночная стоимость, чем это им грозит, изменения в этой сфере, чего им ожидать, как к этому готовиться. Для наших радиослушателей напомню, что по целому ряду объектов кадастровая стоимость является основанием для исчисления налога на имущество. И необходимо сказать, что, скорее всего, с принятием соответствующих законов с 2020 года практически вся недвижимость, которая используется для целей торговли, административных, офисных помещений, заведений общественного питания, все эти объекты недвижимости получат налогообложение, ставка которого будет обсуждаться у нас в Кировской области в ближайшее время. Ну а кроме того, в 2019 году в Кировской области была проведена процедура государственной кадастровой оценки, и все объекты недвижимости и земельные участки, промышленности, каковых практически миллион, получили новую кадастровую стоимость. Сегодня вы обсуждали это в профессиональном сообществе, но я бы хотел попросить вас прокомментировать вот эти аспекты для широкой массы наших радиослушателей. Что же такое кадастровая стоимость? Как она на понятном языке определяется? Как она взаимосвязана с рыночной? Такие базовые вещи, если возможно, в ваш комментариях. Кадастровая стоимость, это стоимость, как вы правильно сказали, для налогообложения, хотя не только, например, и арендная плата может исчисляться от кадастровой стоимости. То есть это есть некий базис, от которого собственник может получить себе платежку по налогам. От государства? Да, ну конечно. И в этой части это касается и физлиц, и юридических лиц. Ну, небольшое уточнение, в Тировской области в этом году проводилась кадастровая оценка действительно земель промышленного назначения, их порядка 7 тысяч земельных участков и объектов капитального строительства. То есть всех тех объектов, которые расположены на земле. Это и жилые дома, и объекты торговли, офисные объекты, производственные объекты, как здания, так и сооружения, то есть вся недвижимость, как объекты капитального строительства оценена. И вот их почти миллион объектов, 990 тысяч объектов было оценено. То есть надо понимать масштаб той работы, которую провело государственное бюджетное учреждение, ну, как я понимаю, БТИ, да? Да, в Кировской области БТИ. Сегодня занимается БТИ. Вот. Объем очень серьезный. И вот от этой кадастровой стоимости и будут исчисляться налоги, как вы правильно сказали, по ставке налог, который будет утвержден на местном уровне. И более того, если кого-то на сегодняшний день еще не касается налогообложения от кадастровой стоимости, тем не менее имеет смысл прислушаться и сегодня проверить ту самую кадастровую стоимость, которую оценила ГБУ, для того, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Ну вот давайте скажем о том, как проверить, потому что действительно надо обратить внимание наших слушателей, те из них, кто относится к предпринимательскому сообществу, что целый ряд субъектов предпринимательской деятельности, которые в настоящий момент не платят налог на имущество, с изменением законодательства. Напомню, что предполагается снижение ставки, вернее, снижение площадей объектов для включения в реестр с 1000 метров до нуля. Тем самым в этот реестр попадут. И после первого квартала 2020 года получат, собственно говоря, уведомление от налоговой о необходимости уплаты налога на имущество. Как правильно проверить? Я знаю, что проект отчета о проведении кадастровой оценки размещен на сайте Росреестра, на сайте БТИ. Можно зайти туда, скачать достаточно большое количество файлов, таблиц и пытаться в них разобраться. Но вы презентовали гораздо более удобный способ это сделать. Расскажите, что делать нашим предпринимателям. Для начала, зачем нужно предпринимателям проверить эту кадастровую стоимость? Первое, это есть 237-й федеральный закон, в соответствии с которым как раз полномочия по кадастровой оценке переданы в субъект Российской Федерации. И в соответствии с этим законом до утверждения результатов, очень важно, проект отчета размещается, как вы правильно сказали, на сайте Росреестра и на сайте бюджетного учреждения. И размещается он на 60 дней, 50 дней из которых дается на подачу замечаний со стороны собственников. То есть стоимость еще не утверждена. Но каждый собственник может направить в ГБУ, ну вот в бюджетное учреждение, свои замечания относительно того, как определена эта кадастровая стоимость. Почему это важно? Ну, наверное, уже много говорилось, в том числе в Кировской области, что на самом деле незначительное увеличение произошло по кадастровой стоимости относительно предыдущего тура. Это в совокупности? В совокупности. Ну, например, по землям промышленного назначения, ну, 4,7 миллиарда было, ну, и на самом деле тоже 4,7 миллиарда, совокупная стоимость всех земельных учреждений промышленного назначения. Ну, если округлить, то те же самые 4,7 будут по результатам. Новые оценки. Новые оценки. По объектам капстроительства, ну, 1,6 триллиона рублей кадастровая была по прошлому периоду, ну, и 1,86 по тому проекту отчета, который размещен. Ну, на самом деле незначительные изменения, в общем-то, наверное, не критично. В то же время мы посмотрели структуру этих объектов, и если взять, например, только земельное участие промышленного назначения, то из 7 тысяч участков, почти 6 тысяч участков, по ним произошло удорожание кадастровой стоимости, ну, вот с миллиарда где-то до 3,5 миллиарда. Понятно, что не все эти 6 тысяч подорожали вот так вот кратно в 3-4 раза. Какие-то подорожали меньше, но, значит, какие-то подорожали сильно больше. Значительно больше. И это важно, хотя тысяча земельных участков также подешевела, ну, если в среднем говорить, в 3,6 раза. И, наверное, неплохо было бы понять, в какую группу попал объект, который не существует. Ваш земельный участок, да. То ли он подешевел кадастровой стоимость, то ли подорожал. Мы провели дальнейшую структуризацию, и есть конкретно группа производства, производственное назначение. Вот таких объектов всего там 1100. Я буду округлять цифры. 1100. Так вот, 955 из этих 1100 также подорожало, и подорожало в 3-4 раза. То есть основной акцент подорожания – это земельное участие, именно производственное назначение. Также земли транспорта, где расположены транспортные объекты, из 1400 участков почти 1100 подорожало. Это уже в 3,7 раза. То есть важно понять, в какую же группу попал объект собственника, который подорожал и подешевел, и насколько. Но объекты капстроительства, то, о чем мы говорили, это на самом деле очень серьезная группа объектов. Она уже затрадивает огромное количество новых плательщиков. Как мы говорили, объектов почти миллион. И из них 50 на 50. 50% объектов подорожало, 50% объектов подешевело. И в этой части опять интересно, что подорожало, что подешевело. Объекты торговли, то есть коммерция, их всего там 10200 объектов было оценено. И из них половина, там, ну, 4800 подорожало, и подорожало в 1,75 раза. Опять средние цифры мы называем, что составило где-то там 11 миллиардов рублей увеличения кадастровой стоимости. Также мы посмотрели из этой коммерции объекты именно до 1000 квадратных метров, то, о чем вы говорили. Которые сейчас пока не платят налог. Которые не облагаются. Вот таких объектов 94%. То есть объекты коммерческого назначения до 1000 квадратных метров, небольшие помещения торговые, это 94%. Из них половина также подорожала, причем в два раза. С 5,8 миллиарда до 11,6. Ну, подорожало, мы говорим все-таки о проекте отчета. Да, проект отчета, который можно скорректировать. И конкретно по своим объектам можно внести изменения, если, ну, есть такая целесообразность. А целесообразность в этом точно есть, Алексей Иванович, потому что, я думаю, что названные вами цифры заставят наших слушателей задуматься. Потому что, как мы с вами искали, несмотря на незначительный совокупный рост стоимости всей, кадастровой стоимости всей недвижимости, мы видим, что внутри в разрезе уже конкретных отраслей, конкретных характеристик объектов, есть примеры значительного роста, либо значительного снижения. Именно поэтому, уважаемые радиослушатели, те из вас, кто так или иначе связан с предпринимательской деятельностью, с собственностью, мы рекомендуем, причем настойчиво вам и Алексей Иванович, и торгово-промышленная палата, которая ведет эту тему достаточно давно, занимается ей системно, мы крайне настойчиво вам рекомендуем с этим проектом отчета ознакомиться, посмотреть на те цифры, которые государственным учреждениям определены в качестве кадастровой стоимости ваших объектов. А как это сделать и сделать качественно, мы сейчас расскажем после небольшой рекламы, вернувшись к вам в эфир. Ну что ж, мы возвращаемся в эфир, в программу интервью, веду я, Андрей Усенко, мой гость сегодня Алексей Иванович Каминский, председатель Совета Национального объединения саморегулируемой организации оценщиков, Союз СОО, о расшифровке которой мы поговорим чуть позже. Мы заинтриговали с вами радиослушателей, обещали им простой и понятный механизм понимания своей кадастровой стоимости, в отличие от тех сложных отчетов, которые размещены на сайтах госструктуры. Может быть, все-таки еще рассказать некоторые цифры, я думаю, будут полезны? Или все-таки... Давайте мы уже интригу, собственно говоря, раскроем. Это простой способ понять, стоит ли вам беспокоиться и предпринимать какие-то усилия, и попали ли вы в те самые проценты собственников объектов, у которых кадастровая стоимость изменилась не в их пользу. А дальше мы с вами вернемся к цифрам. Ну и все-таки мы говорили про бизнес. Про бизнес, конечно. А помимо бизнеса и сами бизнесмены являются собственниками квартир. И на самом деле у нас уникальная ситуация в России. У нас 87% собственники недвижимости. В основном за рубежом все-таки люди арендуют жилье. У нас именно собственники. И это затрагивает всех. И в этой части, наверное, людей интересует, что же происходит с кадастровой стоимостью квартир. Или все-таки пользу. С собственностью физических лиц. С физических лиц. Ну, давайте ответим на вопрос, на запрос бизнеса, на который мы обещали. А это универсальный совет-то будет. Хорошо. Совет действительно универсальный. Сайт на английском проверналог.ру. Слитно. Проверналог.ру. Мы специально сделали этот сайт несколько лет назад. Услуга абсолютно бесплатная. Вы просто вводите свой кадастровый номер. Либо участка земли, либо объекта недвижимости. Да. Нажимаете кнопку «Проверить кадастровую стоимость» и получаете информацию. Это предыдущая кадастровая стоимость, стоимость из проекта отчета и также характеристики, по которым определялась кадастровая стоимость вашего объекта, что очень немаловажно. Потому что, если вы увидели увеличение кадастровой стоимости, это, конечно, сигнал посмотреть на характеристики. На то, что государство знает о вашем объекте. Конечно. Конечно, важно, что просто увеличение не свидетельствует о том, что вам искусственно завысили стоимость в 3-4 раза. Вполне возможно, что кадастровая стоимость предыдущая была, наоборот, ниже рынка. А сейчас она приведена в соответствии. Но важно проверить, в первую очередь, именно характеристики, по которым оценивался ваш объект. Площадь объекта, расположение этого объекта, соответственно, обеспеченность инфраструктуры и так далее. То, что влияет на рыночную стоимость. Характеристики стен, несущих конструкций и всего остального. Надо сказать, что мы, когда начинали этим вопросом заниматься, по многим объектам нет даже степени износа. Есть объекты, по которым нет года постройки. Поэтому, учитывая массовую оценку, понятно, что каждый объект индивидуально не оценивался. Это была некая модельная история, в которой по эталонным объектам оценивались все остальные. Поэтому вполне может быть, что оценка вашего объекта произведена без учета его конструктивных особенностей. Износы или еще каких-то характеристик. Поэтому, если вы при проверке увидите несоответствие этих характеристик, у вас есть возможность обратиться в БТИ с заявлением и подтверждением того, что требуется изменение или внесение изменений в характеристики вашего объекта, что может повлечь за собой как раз изменение кадастровой стоимости. Конечно. Но вот в части бизнеса наиболее частая ошибка – это вид использования. У вас объект офис, вам его включили в группу торговая. Торговля дороже, чем офис, вы получили завышенный налог. Еще интереснее, если у вас складское помещение, вам его посчитали по торговле. Вот вид использования – это для бизнеса самая распространенная вещь на завышение. Некорректная характеристика. Это надо проверять в первую очередь. На самом деле, действительно, исходная информация в едином государственном реестре недвижимости ИГРН еще долгое время будет, в общем-то, на достаточно низком качестве. Как это ни печально. Случались ситуации, когда вместо площади квартиры, для граждан это важно, попадала графа «год построить и дома». Люди становились владельцами многоэтажных, многокомнатных хоромов. Легко. То есть вместо 35 квадратных метров однокомнатной квартиры вдруг у них 2005 квадратных метров им насчитывали, потому что «Год построить и дома» был 2005. И таких сюжетов было много. Единочас и стал миллионером. Да, да, да. Но то, о чем вы говорите, о том, что там просто в ИГРН отсутствует информация по году построить дом, по материалу стен, то это сплошь и рядом. И несмотря на то, что и в Тировской области на базе БТИ образовано вот это бюджетное учреждение, во многих случаях действительно просто отсутствует эта информация. Что делает кадастровый оценщик? Он берет типовичную застройку в этом кадастровом квартале и по ней смотрит... Ну, экстраполирует он данные и все. Хорошо. Еще раз напомним адрес сайта. Проверналог.ру английскими буквами слитно. Достаточно ввести кадастровый номер, вы получите всю информацию о своем объекте недвижимости или земельном участке. И текущую стоимость, и предполагаемую в реестре, и характеристики, которые вы можете уточнить. Искренняя рекомендация это сделать. Маленькая поправочка. Получите эту информацию, если она есть в кадастровом отчете. Потому что если в кадастровом отчете отсутствует информация по текущей кадастровой стоимости, таких объектов было много, вы ничего не получите. Ну, по крайней мере, вы получите то, что предполагается, что станет вашей стоимостью. Конечно. Если ценообразующих факторов их не раскрыть, то вы их не найдете сами, не найдете здесь. Хорошо. Алексей Иванович, к интересам граждан, физических лиц, о которых мы начали с вами говорить, все мы являемся собственниками объектов недвижимости, того или иного качества и состояния. Что происходит с налогообложением в этой сфере? Потому что здесь все уже собственники жилья платят, исходя из кадастровой стоимости, имущества физических лиц. Что здесь, какая ситуация, что ждет наших граждан с 2020 года? Есть две вещи. Во-первых, для физлиц в свое время ввели вот эту повышающую шкалу. Сказали, что будете платить не от кадастровой стоимости, а первый год от 20%, второй год от 40% и так далее. Ставка налога 2%? Нет, ставка налога это ставка. Я понимаю. А это база. Но ставка налога установлена в размере 2% на территории всей страны. Да, но она может применяться к кадастровой стоимости, а может к одной пятой. Но применяется она сейчас по отношению к... Вот сейчас она применяется к одной пятой от кадастровой стоимости. Вот уже то, что есть в этом проекте отчета, когда будут утверждены результаты, это будет применяться уже к 0,4 от кадастровой стоимости, к 40%. То есть просто уже вот это действие приведет к тому, что у вас в два раза вырастет налог. Помимо этого, если у вас произошло удорожание, ну, умножайте дальше. А что в разрезе? Мы обещали вернуться к цифрам. Что касается имущества физических лиц, что внутри отчета произошло? Вот многоквартирные жилые дома, квартиры, общее количество объектов, ну, условно, 38 тысяч объектов. Из них 165 тысяч подорожало. Подорожало, ну, половина. Подорожало в 1,6 раза. Мне кажется, или это был какой-то принцип формирования отчета? Половина дорожает, половина дешевеет. Ну, я бы не стал делать... Средняя по больнице. Не стал бы делать такие выводы. Это шутка, это шутка, коллеги. Я думаю, что все мы заинтересованы в том, чтобы кадастровая оценка по новым правилам, которые делает бюджетное учреждение, все-таки состоялась и улучшалось качество ее. При этом, как сказал президент, была приближена к рыночной и не превышала ее. Да. И в этой части, как раз то, о чем мы сейчас говорим, мы очень надеемся на то, что и граждане, и бизнес воспользуются вот тем инструментарием, который был озвучен, и проверят эту кадастровую стоимость. Так вот, если брать квартиры в многоквартирных домах площадью свыше 100 квадратных метров, ну, то есть большие квартиры, видимо, обеспеченные граждане имеют, то... Для нашего эфира... Да-да-да. То таких квартир подорожало более 5 тысяч. Ну, половина. 5 тысяч. И подорожало аккуратно в два раза. То есть в два раза, значит, у нас состоятельные граждане получат более высокую кадастровую стоимость. С ученым того, что не 20%, а 40% будут платить, то увеличение произойдет в четыре раза. То есть платили, не знаю, 3 тысячи рублей, будете платить 12 тысяч рублей налог. Платили 10 тысяч, будете платить 40. Ну, и я все-таки... А если при этом еще являетесь бизнесменами, которые попали в повышение? Вот, я про бизнесменов как раз хотел сказать. Вот смотрите, мы говорили про торговлю. В торговле, ну, вот мы посмотрели объекты от 1000 до 5000 квадратных метров, крупные объекты. Вот их всего 535 на территории Кировской области. И 290 из них подорожали. Тутора половина подорожала на 4 миллиарда рублей в 1,7 раза. То есть коммерция дорожает. Что происходит с офисами? С офисами происходит интересная ситуация. Всего объектов там условно чуть больше 7 тысяч подорожало там порядка 2000-1800. То есть меньшее количество офисов подорожало, чем подешевело. Подорожало примерно на 5 миллиардов, тоже в 1,7 раза вот эта группа. Но, опять, если мы говорим офисы до 1000 квадратных метров, то есть то, что представляет большинство собственников, это 91% объектов. С них подорожало до 1500 объектов в 1,75 раза. То есть дорожает коммерция, торговля, дорожает офисная часть. А что с производством? Производство, я считаю, что в Кировской области поддержано. В приоритете. Да. Общее количество объектов более 27 тысяч объектов. Порядка 5000 объектов, это всего 18%, подорожало. Ну, подорожало вот это небольшое количество на 8 миллиардов рублей, общая сумма, где-то в 1,7 раза. Но, соответственно, 82% объектов подешевело. Ну, и как мы говорили, одни дорожают, другие дешевеют. Насколько дорожают, насколько дешевеют, это важно. И что хотел еще сказать, обращаться вот к этому сайту нужно не просто вот одноразово сейчас. Посмотрели, увидели, что стоимость осталась той же, подешевело, успокоились и занялись бизнесом или копать грядки на огороде. К сожалению, к сожалению... Проект отчета подвержен изменениям, поэтому это надо делать регулярно и через какой-то период времени посмотреть еще раз, ничего ли не изменилось. Да, это обязательно. Да, мы, Алексей Иванович, на этом прервемся опять на рекламу. Наши радиослушатели ее послушают, и мы к ним вернемся. Возвращаемся в наш эфир. Программа интервью. Веду я, Андрей Усенко, мой гость в студии, Алексей Иванович Каминский, председатель Совета Национального объединения оценщиков. Мы проговорили в первой и второй частях нашей программы про изменение кадастровой стоимости имущества в отношении юридических лиц, в отношении физических лиц. Еще раз вернемся к совету, который мы даем нашим слушателям относительно того, чтобы проверить, собственно говоря, кадаструю стоимость своего имущества с помощью сайта проверналог.ру английскими буквами. Слитно вводите кадастровый номер, получайте актуальное состояние. И закончили мы с вами прошлую часть на том, что это недостаточно сделать один раз. Желательно до нового года. До 27 октября есть возможность подать замечание. Да. Это уникальная ситуация. Если вы не согласны с кадастровой стоимостью, которая определена, ознакомьтесь с характеристиками, на основе которой она выведена. Если вы видите какие-то ошибки или необходимость корректировки, обращайтесь в БТИ. Обоснованно, аргументированно. И у вас есть все шансы на то, что она будет скорректирована и приближена к той самой рыночной, о которой говорил президент. Если же вас она устраивает, все равно не успокаивайтесь и через некоторое время смотрите, потому что проект отчета может претерпеть изменения. Кроме физических лиц, юридических лиц, которые являются объектами вот этой ситуации, есть определенные субъекты, которые так или иначе на эту ситуацию влияют. И это, собственно говоря, те самые оценщики, которые сейчас из процесса определения кадастровой стоимости выведены, то, чем они в том числе занимались ранее. Но при этом они являются профессиональными участниками этого рынка, которые могут эти услуги оказать. Ты можешь посмотреть на сайте сам и что-то сделать, можешь обратиться к профессионалам, которые тебе этим помогут. Вы являетесь председателем Совета национального объединения саморегулируемых организаций, оценщиков. И приезд в Киров связан в том числе с созданием здесь в Кирове Регионального совета по оценочной деятельности. Какова сейчас ситуация в оценочной деятельности как в профессиональном направлении? Что ждет наших оценщиков и в чем сила и цели вот этих объединений? Почему задает этот вопрос? Потому что мы в Торгово-промышленной палате знаем много практик создания общественных объединений. Какие-то из них успешны, какие-то менее успешны. Но мы понимаем, что как бы банально это не прозвучало, но сила в объединении. Если в отрасли есть какие-то проблемы, сложности или вопросы, то решать их поодиночке точно сложнее, нежели чем объединившись. Вот обсуждался сегодня и принято решение о создании Регионального совета при Торгово-промышленной палате. Какие цели вы видите? Что оценочное сообщество думает по поводу сложившейся ситуации? Чем будет заниматься этот совет? Ну, надо сказать, что действительно проблема есть. Причем проблемы как на федеральном уровне, так и на региональном. Это проблемы как законотворчество. Когда законодательство меняется постоянно, причем без каких-то продуманных, взвешенных проработок. И оценщики сталкиваются постоянно в ситуации вот таких вот изменений, хаотичных изменений. То есть нет какой-то системности в этой части. Это проблема не только нормотворчества, но и правоприменения. И, ну, не секрет, что если собственный хочет получить кредит в банке, то один банк одни требования предъявит к отчету об оценке, другой банк другие требования. То же самое, если мы говорим про оспаривание кадастровой стоимости, той, про которую только что мы обсуждали. После утверждения результатов можно будет оспорить ее, да, оспорить в комиссии, оспорить в суде, и там без оценщиков точно собственникам не обойтись. То там тоже есть свои какие-то особенности, региональные особенности. В одном субъекте Российской Федерации по одному подходит, в другом по другому. То есть в этом плане, безусловно, нужна консолидированная позиция на местном уровне, которая может влиять и на федеральное законодательство. Потому что мы работаем на федеральном уровне, нам нужна поддержка со стороны региональных оценщиков. Практика, фактура, собственно говоря, того, с чем приходит. Вместе с вами в общественной палате мы проводили не раз и общественные слушания, нулевые чтения, за что признателен и предыдущему коллеге, Тахиралиевичу Мамедову и вам, вот за это содержательное и конструктивное сотрудничество. Поэтому обязательно нужно объединяться. Сегодня круглый стол был интересен тем, что приняли участие не только оценщики разных СРО, но также и представители органов государственной власти, и представители судейского сообщества, и представители правоохранительных органов. То есть все заинтересованные лица, которым не безинтересно, чтобы был наведен порядок в этой сфере деятельности. Под порядком мы понимаем, чтобы стоимость, определенная оценщикам в отчете, была в рыночном диапазоне. Вот это вот очень важная вещь, чтобы не было запредельности по тем или иным причинам. Некомпетентность, хуже еще заказные оценки и так далее. Вот вопросов много, и на региональном уровне их необходимо решать, в том числе информационная база, чтобы оно было единое информационное поле. Какие-то спорные вопросы, которые возникают, например, в тех же структурах, которые принимают отчеты, и с которыми не согласны оценщики. Вполне удобно на таких площадках обсуждать эти вопросы совместно, естественно, с теми, кто рассматривает отчеты, и вырабатывать с ними совместные решения. Есть много вопросов именно методологических, которые тоже требуют разрешения. Поэтому для меня очень отрадно, что в Тировской области такой совет сегодня принято, решение создан. Такие советы действуют в ряде регионов, в том числе при торгово-промышленных палатах. Есть при Вологодской области, при Свердловской палате, при Лизанской палате торгово-промышленном. Создают их и при органах власти, и самостоятельно. Вот я думаю, что при торгово-промышленной палате это самый такой оптимальный вариант создания. С одной стороны, и не госструктура, где все зависит от смены руководителя. Сегодня создали, поддержка есть, завтра поменяли руководителя, интерес пропал. Вопрос зачем, да. Это и не самостийная такая структура, которой надо долго добиваться признания. Нарабатывать авторитеты. Это вот именно такое объединение бизнеса, которое поддерживает как раз торгово-промышленная палата, и оценочное сообщество. Вот оценочное сообщество, по вашим оценкам, опять же, извините за тавтологию, готово к консолидированной выработке тех или иных позиций? И в какой-то степени даже, прямо скажем там, готово ли оно к само работать над тем, чтобы рынок становился более прозрачным, цивилизованным, корректным, конкурентным? Вот по вашему опыту работы и в других регионах, и тому, что вы увидели здесь у нас? Я считаю, да. Для слушателей, наверное, будет не безинтересно. Оценочной деятельности в России 25 лет. Это уже в новой России. То есть понятно, что оценочная деятельность была в дореволюционной, царской России, но в новой России 25 лет. В четверть века у нас создана уже и научная база, и методологическая база, и наработаны различные опыты, люди, которые поработали и в госструктурах точно так же, так же, как и я там руководил в Центральном аппарате Росимущества, курировал всю оценочную деятельность в России. То есть могу посмотреть с разных сторон на эту ситуацию. Поэтому в целом саморегулирование в разных сферах деятельности для нас тоже немаловажно. Но в целом, конечно, нужно, чтобы были активные люди, которые готовы выделить свое личное время, оторвать его от бизнес-проектов и уделить общественной работой, что, в общем-то, сторится и будет оправдано. Ну что ж, я предлагаю всем заинтересованным участникам этого рынка и всех структур, которые так или иначе сталкиваются с оценкой, являются ее потребителями, в случае готовности и интереса к деятельности этого совета, готовности к участию в нем, обращаться в Торгово-промышленную палату, при которой, собственно, Грессовет создан и при которой он будет действовать. Алексей Иванович, программа подходит к завершению, уже не очень много времени осталось. Давайте еще раз. Вот нашим радиослушателям, будучи физическими лицами, владельцами имущества, будучи предпринимателями, ведущими хозяйственную деятельность, вообще в сфере налогов на имущество, оценки, кадастровой оценки, к чему готовиться в будущем? Вы, как человек, вращающийся в высоких сферах нашего законотворческого процесса, исполнительных органов власти, вот уже не в разрезе 20-го даже года, а среднесрочного такого планирования, к чему все, что называется, идет, насколько там кадастровая оценка будет распространяться на все имущество, к чему готовиться? Ваш прогноз? Или инсайт? Нет. Знаете, как оптимист, это малоинформированный пессимист, да? Но я считаю, что нужно готовиться к тому, что действительно налогообложение будет от кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость должна быть максимально приближена к рыночной, поэтому чем более активный будет рынок, тем более адекватная будет кадастровая стоимость, и тем меньше будет вопросов. В целом, налогообложение от кадастровой стоимости, оно должно быть привлекательным для всех сторон. И исполнимым. Для всех сторон. Почему? Потому что если кадастровая стоимость приближена к рыночной, то на падающем рынке, когда цены на рынке снижаются, вообще-то налоги должны снижаться. Если рынок растущий, если органы власти создают условия для роста цены на рынке недвижимости, они получают большие доходы. Если объект недвижимости у одного из собственников лучше, то он и платит больше. То есть есть институт справедливости, есть институт вот этого баланса интересов, но это путь долгий. И с рубежом десятилетиями шли. Мы, как всегда, хотим, не успели начать одно, сразу же до основания, следующий этап и так далее. Той же кадастровой оценки, ну, трижды уже поменялась концепция. Но к этому надо быть готовым, и в том числе через взаимодействие с профессиональным сообществом, к обращению к профессионалам. Мы завершаем нашу программу. В гостях у нас был Алексей Владимирович Каминский, представитель Совета национального объединения саморегулируемых организаций оценщиков. Завершить программу, Алексей Владимирович, я хотел бы так, чтобы наши слушатели ее, с одной стороны, запомнили, а с другой стороны, у них было о чем после этой программы задуматься, кроме того, чтобы сходить на сайт и проверить. Повторите, пожалуйста, то определение рыночной оценки, которое вы сказали мне, и после этого будем прощаться. Понятно. Вот эта кадастровая стоимость, приближенная к рыночной, рыночная стоимость, это стоимость, которой недовольны все стороны. То есть недоволен и орган исполнительной власти, потому что считает, что должна быть дороже и должна быть больше налоги, недоволен и собственник, который считает, что должно быть дешевле. Вот когда недовольны все стороны, значит, оценщик профессионал и выполнил свою работу добросовестным, длежащим образом. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, мы вас на этом покидаем, есть о чем задуматься. С нами был, у нас в гостях был Алексей Владимирович Каминский. Алексей Владимирович, спасибо за ваше профессиональное мнение, комментарии, ответы на вопросы. До свидания. Спасибо, Андрей Владимирович. До свидания, радиослушатели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова